Привет, друзья! Вы снова на канале Сектор Джаза. С вами Дима Семенищев, джазовый контрабасист и аранжировщик. И сегодня у меня ролик в неожиданном формате. Это будет влог, и это будет влог о том, как я работаю над одним проектом. И сейчас вы его посмотрите, а в конце мы все обсудим. Поехали! Привет, друзья! Это Дима Семенищев, и новое видео я запишу в формате влога. У меня часто бывают заказы на аранжировку, но в основном это аранжировка коммерческая. То есть нужно что-то сделать в конкретном стиле и для конкретного заказчика. И чаще всего это, ну скажем так, не совсем интересно. Но у меня появился новый заказ. Как заказ? Я работаю в Пушкине, в зале Петербургской сиренады. И там есть несколько коллективов, которые в этом зале работают. Идея в том, что к концерту 8 марта мы готовим вот эту песню Майкла Джексона. Идея в чем? Идея в том, чтобы в этой песне участвовали все артисты Петербургских сиренад. А это акапелла, квинтет, плюс 5, камерный хор, струнный квартет, квартет народных инструментов, ансамбль Нью-Зет, пианист и Денис Кириллов. Вот такие у нас опции. И соответственно моя задача с этим совсем подружиться и сделать интересную аранжировку. При этом она должна быть очень театральная. То есть кто-то начинает в одиночестве, кто-то к ним присоединяется, кто-то присоединяется в следующий. И здесь задача, во-первых, показать всех, показать вступление каждого инструмента, каждой группы и добавить драматизма. С чего мы начинаем? Первое, что появляется у меня, это снятая гармония песни. И при этом здесь у меня и гармония, и форма. То есть я выписываю, какие у меня аккорды во вступлении, какие в куплете, какие в припеве. Обозначаю каждую часть конкретной буквой, показываю, где у меня модуляция, на сколько модуляция. Что происходит после этого? Мы уже договорились, что эту песню начнет петь праз-файв, акапелла коллектив. И получилось так, что по сравнению с оригиналом мы сдвинемся на тритон. То есть здесь у нас условный ре минор. Ой, бро. Здесь условный ля-моль минор, а должен быть ре минор с последующими модуляциями минор. Но как интересно, поехали дальше. Итак, напоминаю, у нас есть листочек 1, черновик номер 1, на котором гармония и форма. У нас есть листочек номер 2, на котором написаны все составы. И далее я беру листочек номер 3, пока он абсолютно чист. И в чем идея? Идея в том, что еще до того, как садиться и писать партитуру, делать все это, мне нужно представить в голове пропеть много раз, кто за кем будет вступать так, чтобы это было ясно, чтобы никто никому не помешал, и чтобы все вступили очень характерно для них. И, наверное, последний пункт. Перед каждой аранжировкой мы должны быть абсолютно уверены в том, для кого мы пишем. То есть мы должны знать все вообще особенности инструментов или голосов, да, на которые пишем. И, в принципе, в этом составе я знаю все, кроме балалайек. Ни разу не писал на балалайке, представляете? Вот она, балалайшная девственность аранжировщика. Теперь у меня пропадет. Посмотрим, что будет дальше. Ну и, собственно, после всего этого у меня появился новый листочек, в котором я расписал то, как каждый из инструментов, каждый из солистов, из артистов будет подключаться. И вот теперь мы переходим к созданию партитуры, поэтому идем к компьютеру. Напоминаю, как вся эта радость выглядит в финале. Вот я набросал все инструменты, которые будут участвовать. Название песни, Майкл Джексон, бла-бла-бла, тональность. Сейчас надо понять темп. Для этого надо включить телефон. Примерно секунда, да? Значит, будет 60. В каком случае, потом поправим. И тактов у нас будет... 100-500. Вау! Это, наверное, самый смешной и нелепый смех, который я когда-либо слышал. Ну вот она красотка какая, да? Осталось все это написать. Погнали! Смотрите, после того, как у меня появилась партитура, первое, что я делал, я ее отмечаю маркерами, то есть я ставлю буковки там, где у меня будет что-то происходить. То есть все, что я сделал в плане формы, я сразу вношу в виде букв в партитры и, как видите, еще в виде двойных тактовых черт. Это очень сильно помогает. И вот этот листочек, на котором у меня написаны формы, у меня сбоку видны все буквы, которые будут появляться. Вот такие делишки. Короче, чтоб не запутаться и не отупить. Друзья, поделюсь двумя умными мыслями. А мысль первая. Внутри каждой группы пишите снизу, то есть пишите с нижнего голоса. Сначала написали бас, потом, например, написали мелодическую линию, и вам уже легче придумывать, что будет происходить в середине. То есть сначала вверх-вниз, потом середина. И вторая мысль, наиболее умная. Обязательно у вас должен быть черновик с исходной мелодией в исходной тональности, в котором вы напишите мелодию, в том числе ступенями. Почему? Потому что вот сейчас я это не сделал. Подумал, что, ну, я же уже молодец, я же уже клявый. И оказалось, что я не очень транспонировал на тритон. Не выходит. Ну, точнее, выходит, но трачу на это чуть больше времени, чем мог бы себе позволить. Вот мысль первая и вторая. Запомните. Итак, друзья, резюмируем все произошедшее. Когда у вас большой проект, вам нужно сделать партитуру на бигбенд, на большой состав, или даже на малый состав, но с большими сложностями. Вам нужно обязательно к этому подготовиться. Итак, мы должны отдельно проработать цифровку. Отдельно проработать форму. Отдельно проработать те моменты, которые нам не ясны. Например, диапазон и возможности тех или иных музыкальных инструментов, если мы с ними не знакомы. И обязательно, если у нас партитура состоит из нескольких групп инструментов, мы работаем над каждой отдельно. Сначала пишем одну, потом другую. И каждую эту группу нужно начинать с того, что создавать партию нижнего басового инструмента. И тогда у вас точно все получится, вы уж мне поверьте. Если вам понравился этот выпуск, если вы хотите знать еще чуть больше о том, как я готовлюсь к большим проектам, как я их выполняю, оставьте соответствующий комментарий. Нажмите на сердечко и подпишитесь на канал. Это правда очень помогает. Спасибо. Всем пока.